В Кочуневском районе уже седьмой год реализуется государственная программа развития физической культуры и спорта региона. За это время там удалось капитально отремонтировать семь спортивных залов. Подробнее об этом и успехах жителей региона в спорте расскажет Константин Бухтатов. В селе Лесная Поляна Кочуневского района проживает около тысячи человек. В единственной школе обучается чуть больше сотни детей. И практически каждый занимается физической культурой. В нашем районе большое внимание уделяется спорту. И спорт не только для детей, спорт и для педагогов, спорт и для взрослых и для молодежи. И поскольку район присоединится к федеральной программе развития спорта и физической культуры, наш район не остался в стороне. И за эти семь лет мы отремонтировали семь спортивных залов. Новый привлекательный внешний и удобный с практической стороны зал многофункциональный. Приоритет в развитии командных видов спорта. Правда, не обходит вниманием и индивидуальные. Настольный теннис, гимнастику, шашки. Из ближайших планов появление секции единоборств. Сегодня открыли вновь, можно так сказать, седьмой спортивный зал. Благодаря этому мы имеем соответствующие результаты в спорте района. Потому как заслуг спортивных у наших жителей, у наших детей достаточно много. Уже сейчас ученики Леснополянской школы становятся победителями и призерами районных и областных соревнований. Во многом благодаря молодому учителю Сергею Чумаку. Пришел работать я мне 20 лет, было сейчас 22 года. Да, интересно очень. Огромное спасибо охота сказать району, что помогает работать молодому специалисту. Вот такие условия предоставляет, как сейчас, там, открытие зала, инвентарь и так далее. Молодой специалист, это учитель физкультуры Сергей Александрович, он как бы раскрыл во мне эти качества. Мы с ним начали заниматься волейболом, баскетболом, мини-футболом, ну и другими видами спорта. Семь капитально отремонтированных залов за семь лет, при том, как в небольших муниципальных образованиях, так и в более крупных. Например, в селе Прокутска зал модернизировали в 2014 году и установили современную тренажерку. Это приносит свои спортивные плоды. Сейчас в Чикской школе учатся пятеро чемпионов России по карате. Зал светлый, большой, оснащен полностью всем спортивным оборудованием. Дети с удовольствием занимаются физической культурой. А в Коченевской школе номер один два спортзала. Один из них изменился в лучшую сторону год назад. И он тоже многофункциональный. Константин Бухтатов, Алексей Погудин. Новости ОТС.